Приветствую всех друзья! Интересная сегодня тема видео, значит получу я претензию. Помните видео, в котором я обвинил магазин вам Акстрейд, Кидавове, в общем и так далее. Видео еще доступно, доступно будет еще часов пять, можете посмотреть, но я пробегусь по самой претензии и расскажу все в порядке очереди. С чем согласен, с чем не согласен и что я вообще собираюсь сделать. Значит они требуют от меня в течение суток удалить это видео и выложить на канале своими руками опровержение. Смысл в чем? В том, что я употребил слово Кидавов, в которое они, вероятнее всего они это сделали. Правильный что я не знал определение это слово в словаре, оно определяется как обман и мошенничество. Обвинить кого-то в обмане либо мошенничестве без доказательства как это считается уже оговор или как там. Ну что-то в этом плане. Ну в общем я был неаккуратно вырвал слово, неаккуратно употребил его и в результате возникла вот эта претензия. Давайте я вкратце пробегусь. Прочитаю, что до 14 ноября. Копия Центра сообщения о нарушениях правил политики видеохотинга YouTube. Претензия. 14 ноября 2018 года. Вами на YouTube канале своими руками был опубликован видеоролик. Как я купил мотоблок в магазине вам Акстрейда. Врагу не пожелаешь. Содержащего в котором информация не соответствует действительности и порочить деловую репутацию ООО вам Акстрейд. О своей деловой репутации ООО вам Акстрейд нужно заботиться в первую очередь вам самим. Самим о себе так сказать. Тогда я думаю не будет возникать никаких конфузов последствий с потребителем. То что вытекают некие последствия. Ну может быть есть на то какие-то причины. Нужно быть внимательнее потребителю. Скажем так. Также вы сделали публикацию под видеороликом. Я еще забыл рассказать о фрезе. Которую этот магазин мне подсунул. Ну подсунул не подсунул. Может быть СОО подсунул. Но я ее получил. Я ее получил. Получил неисправную. И компания Штейдли не магазин ООО вам Акстрейд. А компания Штейдли мне ее заменила. Забрала. Так далее. Кроме того вы обвинили ООО вам Акстрейд в том числе и водителя в хищении колес мотоблока Штейдли G192 при его транспортировке в сервисный центр. Во-первых не в сервисный центр, а с сервисного центра. А во-вторых конкретно я не указывал ни на водителя, ни на вам Акстрейд. Это мои доводы. То есть мои размышления. Дело в том, что я вам отдал мотоблок с новыми колесами. От вас же я получил мотоблок со старыми колесами. На каком этапе исчезли колеса это вообще в принципе не мое дело. Я вам дал мотоблок и от вас хочу получить мотоблок с соответствующими колесами. А не так как вы указали. С сильной степенью износа. Поэтому и спрос у меня. Спрашиваю я с вас свои колеса. То есть где делись мои колеса. Где они уехали. Поменяли вам их на сервисном центре. Не досмотрели вы. Либо поменял их водитель по дороге. Либо поменяли у вас на складах их. Я не знаю. Утверждать я ничего не буду. Но я знаю точно. То что получил я мотоблок назад со старыми колесами. А забрали вы у меня с новыми. И мне не важно. Ни сервисный центр. Никто другой. Я вам отдал. Я с вас и спрашиваю. Также вы высказали претензии по поводу того. Что водитель ООО ВАМАК Стрейд требовал у вас деньги за доставку колес. Данное видео еще в доступе. В доступе оно будет еще до вечера. Поэтому любой зритель может посмотреть это видео. Никакого водителя ВАМАК Стрейд. Я не обвинял о том. Что он требовал у меня деньги. Я знал что это транспорт не от ВАМАК Стрейд. Я не знал доставка это. Транспорт от Штейнли. Но я точно знал что это не транспорт от ВАМАК Стрейд. Потому как менеджер Штейнли сказал что мы передадим все своим транспортом. Была это доставка или это был личный их транспорт. Я не знаю. Но деньги у меня действительно требовали. Сообщаем. Так. Более того. Вы назвали магазин ООО ВАМАК Стрейд горе-магазином кидаловым. Согласно энциклопедическому словарю. Под словом кидало понимается обман мошенничество. Это единственное с чем в данном видео я не согласен. Потому что я не определял слово кидало по энциклопедическому словарю. Я не думал что оно вообще существует в каком-то словаре. Для меня это было некое жаргонное слово. Которое определялось. Ну я не знаю. Ну может быть какое-то журничество. Но в любом случае я не знал что это слово облечет. Понимается как обман либо мошенничество. Поэтому здесь я согласен. Здесь я вас оговорил. Эта часть видео где я вас оговорил будет удалена. А все остальное останется так как оно сказано по существу. Останется на своих местах. Удаляться, вырезаться более ничего не будет. О чем вы просите. В течение 1 суток момента получения настоящей претензии удалить видеоролик. Как я купил мотоблог в магазине вам экстрей. В течение 1 суток момента получения настоящей претензии. Опровергнуть информацию которая порочит деловую репутацию о вам экстрей. Слежащие видеоролики. Как я купил мотоблог. Врагу не пожелаешь. Опровержение должно быть опубликованного видеоролики на ютуб канале своими руками. Что я собираюсь сделать. Ну во первых. Я уже проверк. Я уже сказал что я оговорился. И неправильно подобрал слово. Обвинил вас. Так как я не знал что оно в словаре определяется как обман либо мошенничество. Так как обманщики вы или мошенники может установить суд доказал при определенном расследовании. Там я не знаю определенного дела что вы действительно являлись таковыми. Что я собираюсь сделать. Значит опровержение уже как бы сделано. Где я уже сказал свой тему. А как же будет выглядеть опровержение. Я думаю можно попросить блогера помочь в его распространении. По разным соц. сетям. Одноклассники. Вконтакте. Фейсбук. И так далее. И тому подобное. Чтобы вам легче дышалось. Выглядеть оно будет следующим образом. Для того чтобы что-то опровергнуть. Нужно человека ввести в курс. Что же мы опровергаем. Ну значит. Что я скажу. Что я приобрел в магазине Vamax Trade. Мотоблок. Который через неделю вышел со строя. Так же мотоблок комплектовался ужасным навесным. С нерабочей фрезой. Которая тоже была любезно предоставлена магазином Vamax Trade. Вы знаете чего мотоблок собирался в магазин Vamax Trade. В результате некачественной сборки этого мотоблока. Мотоблок вышел со строя. В результате чего я остался без мотоблока. В течении этого времени. Довольно на мой взгляд продолжительного. Компания Vamax Trade у меня забрала мотоблок. После чего вернула другой мотоблок. Мне. В котором была снята. Значит. Новая резина. И установлена старая. В результате данных действий я необдуманно назвал компанию Vamax Trade кидаловым. В чем оговорил данную компанию. Потому как слово кидалово является по словарю обозначением или отношением. Я не знаю как правильно сказать сейчас. Но в видео скажу правильно. Обозначением слова там. Или синонимом его. Обман. Либо мошенничество. Так как я не доказал. Что обман или мошенничество. Было произведено компанией Vamax Trade. Поэтому я считаю что я оговорил. Вот. Каким образом исчезли колеса. Вообще. Это считаем как ошибкой. Ну вот в таком плане. Я выложу опровержение. Я думаю вы будете довольны. Ну сами понимаете. Без предыстории. Надо же знать. Что мы опровергаем. Поэтому. Всю предысторию. От А до Я. Все действия вашей компании. Без всяких лишних слов. Мне придется изложить в этом опровержении. Хотя я думаю что с моей стороны опровержение уже существует. Далее. Я думаю. Мне так кажется. Что я покупал мотоблок с 12 лошадиными силами. У меня имеется информация с завода изготовителя. Что в данном мотоблоке присутствует всего лишь 11,7 лошадиных силы на максимальной мощности. На которой работать можно всего лишь в течении 3-4 минут. То есть мощность является пиковая. И продолжительное время работать на такой мощности нельзя. Соответственно данный мотоблок не соответствует заявленным на вашем сайте характеристикам. И я имею право возврата его с вытекающими оттуда последствиями для вас. Я начинаю процедуру возврата мотоблока назад к вам. Ваши требования я выполнил. Слово кидалово. Я надеюсь сказал что это была ошибка. Как собственно в ваших случаях она присутствовала. Что я оговорил по ошибке. Потому как не знал значение слова в энциклопедическом словаре. По поводу бракованного мотоблока. По поводу бракованной фрезы. По поводу замены колес. Ну не важно где они поменялись. В сервисном центре я созванивался с ним. Они сказали что колеса были установлены абсолютно новые. По дороге к сервисному центру. От сервисного центра. На складе вам оставить. Либо по дороге сюда. Мне это не интересно. Все как бы. Всем пока. Удачи и до встречи.